Привет, дорогие друзья! Вы на канале Монитомания, канал о том, как можно заработать на монетах. И сегодня я хочу вам показать вот такой альбом. Это памятные монеты Украины, юбилейные, с 95 по 2005 год. Я сейчас решил его для себя заполнить, то есть покупать монеты в идеальном состоянии, в штемпельном блеске. И особенно интерес в этом альбоме то, что эти монетки довольно сложно достать в хорошем состоянии. Их нужно либо доставать из альбомов, из коллекционных, кто собирал, сразу вкладывал в альбомы, не в мешки. Вот такие сертификаты давались к разным монетам. И они бывали в разных форматах. Вот, например, выходили в таком пластиковой упаковке. Или бывали просто в мешках, или бывали вот в таких коллекционных наборах. И конкретно из этого набора я планирую монеты эти достать и разместить к себе в коллекцию. Ну, это связано с тем, что, во-первых, у меня есть такой набор в дубле. Во-вторых, сам по себе вот этот набор, который мне достался, он довольно в плохом состоянии. Он уже расклеивается. И я решил посмотреть, а какое же состояние монет в Proof Like. И первым на YouTube достать эти монетки и разместить к себе в коллекцию. В целом, к сожалению, цена на эти монеты не растет. То есть я покупал его 4 года назад за 1500 гривен. Сейчас он стоит там 2000 гривен, такой альбом. Но, ребята, при том, что доллар у нас вырос на 30%, да, с 29 гривен, да, сколько? 40 сейчас у нас за доллар. Цена монет не поменялась. Вот, как видите, я уже первую монетку достал. То есть как инвестиция эти монеты очень сильно теряют в цене. И вы можете коллекционировать их для себя, для души. То есть собрать альбом, показать детям, показать родителям, самому кайфовать. Но, как инвестиции, я не вижу в них реально потенциального роста. Потому что вы фактически замораживаете деньги в юбилейных монетах. При любом изменении курса продавать вы будете их в Украине. И они будут продаваться не так сильно. Вот на данный момент цена на них не выросла. Вот. И только для чего я, собственно, этот альбом собираю для себя. Потому что это хобби. Это то, что можно посмотреть, изучить тему, посмотреть тиражи. Когда эта монета производилась, в каком она была, в каком формате. То есть, в принципе, и вот какое-то коллекционирование и собирательство. Только это удовольствие вы можете получить инвестиционно. Я не думаю, что эти монеты привлекательны. Напишите, как вы думаете. Каждый год выходит книга Максима Загрева, где он рассказывает про разновидности. И меняются цены. Но, друзья, цены кардинально не растут. Сейчас с войной, конечно, он не пересмотрел. Наверняка в следующем году пересмотрит цены. Интересно будет посмотреть, как. Тут есть даже небольшая разновидность буквы У. Вот в этой монетке. Но, к сожалению, в двух наборах мне монета не попалась. С этой разновидностью. Там, где она как буковка Х. То есть, такой плохой чекан. Может быть, штемпель был. Вот. В таких монет наборах я смотрел. Но этот набор там еще хуже по состоянию. Видите, вот так они выглядят. Это уже вырезал кто-то. Здесь состояние монет не proof like. Не блестит заднее поле. Но тоже как можно разновидность считать. Вот. Но я себе в альбом выбрал именно в таком формате. На самом деле они выглядят потрясающе. Хотя даже в них есть пыль. Вот туда внутрь попало. Вот. И напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно ваше мнение. Коллекционируете ли вы юбилейные монеты. И пробуете ли вы найти их по цене банка. Здесь я выбрал собирать набор монет с 95 по 2005 год. Потому что все-таки есть какая-то коллекционная составляющая. Нужно посмотреть на виолите, например, там где я покупаю. Какое состояние. Или поехать навстречу коллекционеров. Нет ли там царапин на этой монете. Какой у нее сохран. Ну, это единственный момент, который вот тоже дает немножко вот такой эмоциональной составляющей. Когда ты находишь монету в идеальном состоянии. Когда ты просто покупаешь ее в банке и размещаешь к себе в коробочку. Она уже в капсуле. Ну, не так интересно. Вот так, друзья. Я буду потихонечку заполнять этот альбом. Надеюсь, вам было интересно посмотреть это видео. Послушать мое мнение по поводу цены. Друзья, и в ссоре, что долго не выходили ролики. Постараюсь сделать для вас их чаще на этом канале. И рассказывать, как зарабатывать. И можно ли заработать на юбилейных монетах Украины. Мой вывод, что на них заработать, к сожалению, на данном этапе никак не получится. Разве что вы их куда-то через границу перевезете. И продадите в Европе коллекционерам дороже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этим монетам. Собираете ли вы их в коллекцию. И, друзья, спасибо, что смотрите. Поддержите лайком это видео. Это очень важно для развития канала. И до новых встреч. Пока.